Шалом всем нашим зрителям и слушателям. Йосеф заходит в камеру, где сидят два министра. И он начинает с таких слов. Ребята, чего это у вас лица поникли? Чего это у вас настроения нет? Я когда прочитал это в Торе, у меня сразу возник вопрос, а чего у них должен быть настроение? Они из высочайшего поста государственного, они попадают, извините, в дерьмо. В туремную яму в древнем Египте, где ничего не убиралось. Ну, можем только по себе представить. Почти четыре тысячи лет тому назад. И он вот так вот заходит и говорит, а чего это у вас настроение плохое? Причем он не говорил сарказмом. Потому что он сам был оторван от семьи. Он был баловень судьбы. И тут вдруг из князя в грязи. Но он находит себя. Он находит свое призвание, свой шлихут. Послание Всевышнего даже в этом месте. Когда ты попадаешь в неприятную ситуацию, у тебя есть два выхода. Один пасть духом, ждать спасения с небес. А второй смириться с моментом, который временный, но смириться и сказать, вот если я сюда попал, значит это вот такое вот состояние, где я нужен. Когда мне плохо, я ищу кому помочь. И Всевышний помогает мне. Я вижу людей в более худшем положении. Я вижу, как они воспринимают эту помощь. Эта помощь не обязательно финансовая, не обязательно найти выход, а просто улыбнуться, просто позвонить, просто поговорить. Написано у царя Соломона вдвоем лучше, чем одному. И он имеет в виду душу и тело. Когда душа и тело работают вместе. Очень часто у человека оставляет душа. Он жив, но он нет ничего духовного. Она превращается в маленькую точку. Вот написано, когда падает один, его поднимает другой. Когда падает тело, его поднимает душа. Но когда падает душа, тело очень тяжело. И поэтому следующий стих там в книге Куэллет написано, а тройная нить никогда не порвется. Тройной нитью можете быть вы. Вы можете быть тем третьим, который зажжет вот эту связь у этого человека между телом и душой. Иногда для этого нужна всего одна улыбка. Шалом, шалом и хорошего настроения.